Здравствуйте! В эфире программа «Наша Самара. Районный масштаб», в которой мы говорим о том, как меняется жизнь в районах города в связи с проводимой реформой местного самоуправления. Мы уже рассказали о железнодорожном районе, и если следовать алфавиту, то следующий Кировский. И сегодня в нашей студии глава администрации Кировского района Игорь Рудаков и депутат городской думы Сергей Тюлевин. Здравствуйте, Игорь Александрович, Сергей Викторович. Добрый вечер. Хочу сказать сразу, что сегодняшний эфир будет особенно интересен жителям Кировского, но мы приглашаем к экранам всех. Задавайте ваши вопросы по телефону 202-11-22, звоните. А прямо сейчас несколько фактов о Кировском районе. Кировский район города Куйбышево был образован в 1942 году. Толчком к началу формирования района послужила эвакуация крупных предприятий из Москвы, Воронежа, Смоленска, Киева, Минска, Севастополя и других советских городов. Население района сегодня превышает 225 тысяч человек. Это больше некоторых центров регионов страны, например, Пскова, Южно-Сахалинска, Петропавловска, Камчатского или Абакана. Если бы Кировский район был отдельным городом, то он входил бы в сотню крупнейших городов страны. Кировский район занимает первое место среди внутригородских районов Самары по объемам отгруженной продукции и оказанных услуг, являясь локомотивом экономики города. Для тех, кого впечатляют масштабы, Кировский район – это 1855 запущенных в космос ракет-носителей и еще 989 космических аппаратов, созданных в РКЦ «Прогресс». Район обладает взаимосвязанным природно-рекреационным каркасом, соединяющим прибрежные зоны Волги и Самары. Самая главная современная достопримечательность Самары появится именно в Кировском районе. Это стадион «Самара-Арена», строящийся специально к Чемпионату мира по футболу 2018. На территории района расположен Поволжский музей истории железнодорожной техники. Административное здание музея – исторический артефакт, перевезенный вокзал станции Дашково, Пентинская область, построенный в 1874 году. Бревна, из которых было построено здание вокзала, за почти полтора века эксплуатации практически не испортились. На главной площади района находится памятник Кирову, установленный в 1957 году. Одним из символов Самары является знаменитый самолет-штурмовик Ил-2 на постаменте. Это памятник труда и боевой славы куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. Именно в Кировском районе Самары на аллее трудовой славы в 2015 году была установлена триумфальная арка. Мемориал посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Скажите, пожалуйста, Игорь Александрович, что представляет из себя район сейчас в качестве самостоятельного муниципального образования? Что изменилось в результате проводимой реформы? Изменилось, наверное, очень многое. И хотел бы сказать, что с 1 января, наверное, история района и администрация Кировского района пишется с чистого листа. Потому что образована совершенно новая структура, то есть совершенно, так скажем, новое юридическое лицо с определенными полномочиями, которые мы получили из города. Изменилась полностью структура и штатное расписание, добавились сотрудники, опять же, с переданными полномочиями. Достаточно большая работа была проведена по утверждению бюджета района. Был принят устав с нашими депутатами Кировского внутригородского района. Работа очень была большая, и самое главное, был короткий период времени, и необходимо было выполнить достаточно серьезные задачи по формированию нового органа. Это действительно, так скажем, самостоятельная структура, муниципальное образование со своими депутатами у нас. 38 депутатов избранных, 8 из них представляют район в городской думе. Свой бюджет, пусть и небольшой пока, то есть у нас порядка 170 миллионов рублей. Ну, он, соответственно, полностью изучен, рассмотрен нашими депутатами, утвержден, принят в работу, и, соответственно, с 1 января район работает в новом лице. Вот как раз Сергей Викторович совмещает, и депутат представляет и район, и в это же время депутат городской думы. Вот какие в этом есть плюсы? Вообще, у вас какое отношение к Кировскому району? Вот интересно. Ну, вы знаете, Кировский район, ну, так получается, что я родился тоже на Безымянке. Работаю с первого дня, работаю на Прогрессе. Сегодня меня окружают люди. Люди – это в основной своей массе жители Кировского района, жители Безымянки. Поэтому развитие района, прежде всего, я связываюсь с той позицией, которую люди, прежде всего, испытают, придя домой. Сложная работа в производственных цехах, отделах, напряженный. График работы в заставке вы видели эти почти две тысячи пусков, 1855. И человек, он должен полноценно отдыхать. Поэтому благоустроенный район, спокойные двора, чистота, уют у дома, в подъезде, возможность самому принимать решения – это как раз все то, о чем мы говорили, переходя к реформе местного самоуправления. А вообще часто так бывает, что вопросы районного масштаба нужно вывести на городской уровень. И у вас есть такая уже практика и опыт? Ну, мы с этого года, совершая реформу местного самоуправления, конечно, должны здесь находить тесное взаимодействие с районом и в городе решать те проблемы таким образом, чтобы району они были понятны, чтобы они как можно быстрее внедрялись в жизнь, с тем, чтобы не возникло каких-то коллизий, недопониманий и торможений в каких-то вопросах. Поэтому я думаю, что вот на этом этапе за эти полгода с Игорем Александровичем мы отрабатывали практически все те решения, которые касались изменения бюджета, переиспределения функций, передачи части финансирования района. И я думаю, вот то, что сегодня уже сделано и говорит об этом Игорь Александрович, это как раз возможность и с точки зрения депутата районного масштаба и городского уровня смотреть и адаптировать все вопросы, чтобы они были комфортны для района. Да, вот, ну не будем забывать о том, что в реформе местного самоправления три участника основных, это вот представители власти, депутаты и, конечно же, жители. Хотелось бы узнать, как складывается ваше взаимодействие с жителями, ведь конечная цель, собственно говоря, реформы вот этой, это вот приближение власти к народу, как бы это вот ни звучало. Ну, я знаю, что у Игоря Александровича своя фишка, этот человек, как мы говорим, самый открытый глава района, можно сказать, и у вас и твиттер, и социальные сети. Прежде чем вы об этом расскажете, я хочу вот у Сергея Викторовича поинтересоваться. Есть возможность у избирателей задать вам вопрос, обратиться к вам через интернет также? Или это продолжаются такие вот встречи, приемы с глазу на глаз? Ну, во-первых... Ситуация меняется? Во-первых, да, ситуация, безусловно, меняется. Это и встреча на местах, это и определенное место, которым мы принимаем жителей всего района. Это и, как я уже сказал, большая масса людей, которые проживают здесь в районе, поэтому даже в процессе рабочего дня возможно общение, возможно задать вопрос, получить ответ, подсказку, направление решения той или иной проблемы. Вот даже вот есть сайт городской думы, допустим, да? Вот можно там, зайдет избиратель на этот сайт, напишет вопрос, вы его получите, можете ответить коротко, да? То есть такая практика есть. Кстати, сайт городской думы вы можете видеть на нашем экране. Ну, а теперь переходим к Игорю Александровичу. Расскажите, вот почему вы для себя избрали вот такой метод интерактивной общения не только с жителями, но и со своими подчиненными, и еще, наверное, с подрядчиками, вот то, что важно. Да, Татьяна, вопрос, конечно, очень интересный. Ну, наверное, это стиль работы, который, в принципе, уже давно мною ведется, еще на предыдущих должностях. Последователи есть? Да, не только будучи чиновником, вот. Он достаточно дает определенный эффект, потому что руководитель любого звена, тем более тот руководитель, который, ну, так называемый, на земле работает, соответственно, он должен более быстро погружаться в проблемы, а чтобы, соответственно, их знать, должна быть определенная подпитка. Кроме как от жителей это не получить. Да, у нас есть стандартные формы, допустим, общения с жителями, это и работа общественной приемной, то есть определенные дни, где уже под протокол, так скажем, решаются серьезные вопросы. Вот, есть, соответственно, обращения, которые поступают на электронный адрес от самой администрации Кировского района, они также в рамках 59-го федерального закона рассматриваются, даются официальные ответы, но есть еще, как вы сказали, фишка, это, так скажем, интерактив. Ну, у меня был очень короткий срок, когда я был правами Олега Борисовича в ноябре назначен на должность главы Кировского района, соответственно, месяц был всего лишь на подготовку, чтобы пройти, так скажем, конкурсную комиссию наших депутатов. Вот, ну, сами понимаете, за месяц погрузиться, понять проблематику района, встретиться со всеми жителями достаточно сложно. Вот, поэтому у меня действительно работает много, так скажем, аккаунтов в социальных сетях, их многие жители знают. Более того, при общении я практически всем жителям, с кем общался, дал возможность, дал свой личный мобильный телефон. Да, кстати, он тоже у нас на экране. Вот, поэтому многие говорили, что это очень рискованно. Хочу сказать, я тоже ожидал, что, зная проблемы Кировского района, что будет очень много прямых звонков, ну, первые два дня, это буквально шесть звонков от пожилых людей Кировского района, чисто были в рамках знакомства. Правда, это я, и правда ли это мой телефон. Да, это удивительно, действительно. Ну, хочу сказать, что постепенно, вот, на сегодняшний день звонки периодически поступают, и в рамках вот этих вот интерактивных моментов удается решать какие-то, ну, не крупные какие-то проблемные вопросы, а именно вот те, которые наболели у жителей, их можно решить в рамках общения. А можете пример привести? Потому что, знаете, самое главное решить. Не то, что вот до меня дозвонился, мне написали, я увидел. Ну, я вот просто сегодняшний день, мой рабочий, вот у меня сегодня были два звонка от жителей Кировского района. Вот Кузнецова Людмила Петровна звонила, есть вот ее мобильный телефон, я все это фиксирую, потому что у меня сотрудники сразу отрабатывают все эти поступающие вопросы. Олимпийская, 31, первый подъезд. Проблема в подвале, то есть излив канализации. Жительница говорит, что много обращалась во все инстанции, результата нет. По моему поручению сегодня был выезд специалистов, определились, часть работы уже проведена. До 1 апреля, соответственно, будет уже механическое удаление оставшихся еловых отложений. Соответственно, вопрос, можно сказать, решен. Второй звонок был от Грицковой, Валентины Ильиничной. Ну, он более, так скажем, требует изучения, потому что здесь вопрос связанный с начислением оплаты общедомового имущества. И есть определенная претензия к управляющей компании в рамках этих расчетов. Валентина Ильинична, с ее слов, она обращалась, соответственно, и в прокуратуру, и в другие надзорные органы, в том числе, так скажем, структуры, которые должны этим заниматься. Есть определенные ответы, но житель не удовлетворен. Поэтому было обращение уже ко мне на мой мобильный телефон. Я опять же понимаю, что у нас жители имеют прямой договор с управляющей компанией, и, соответственно, управляющая компания работает за деньги населения. Нет, администрация не является стороной этого договора, но в любом случае и в уставе, и в послании губернатора и президента прописано, что администрация должна в любом случае решать правовые вопросы, помогать жителям. Еще рычаги воздействия на управляющую компанию есть. Да, тоже мы все обсудили, вопрос понятен, назначена уже встреча. Вот в таком режиме. Соцсети, твиттер, ну, это буквально там 150 сообщений в день, на которые, ну, я хочу сказать, за период работы в администрации района практически на все данные ответы, мной лично и большая часть процентов 80 вопросов были решены. Они действительно мелкие, такие содержания контейнерных площадок, которые не удовлетворяют людей. И для того, чтобы у нас работало полное взаимодействие, у нас также в аккаунт имеют и управляющие компании на сегодня, и подрядные организации. Да, это важно, что уже знают они, что до главы администрации района дошло. Вы знаете, что самое интересное? Не сразу пошли на это, допустим, руководители управляющих компаний. Конечно. Была боязнь общения прямой с жителем. Но вот на сегодняшний день, допустим, у нас есть крупная управляющая компания «Жилуниверсал», которые сами почувствовали уже результат. И они говорят, вы знаете, то есть приятно, когда реагируешь на жалобы жителей вот так более оперативно, потому что жители дают конкретный вопрос, конкретный адрес, конкретную привязку фотографий. Это проще устранить, чем выслушивать и получать письменный какой-то документ. И на них отвечать. И они говорят, мы видим благодарность в ответных сообщениях. Вот, поэтому я думаю, что... Да, но вообще темп, ритм жизни ускоряется, и, значит, пользоваться старыми какими-то методами общения, это уже, наверное, и несовременно, и неправильно. Я просто хочу уточнить у вас. У вас есть последователи в этом направлении? Вы знаете, что ваши коллеги, другие главы районов, тоже вот в Твиттере и так же... Нет, у нас стиль общения почти похож у всех глав районов. Единственное, ну, кто-то более активный, кто-то менее. Но это зависит от количества поступающих каких-то обращений жителей. Поэтому, если оно поступило, его нужно отрабатывать. В любом случае, федеральное законодательство, оно регламентирует работу и через интернет. Есть определенные ограничения, ну, соответственно, нормативная лексика и постановка вопросов должны быть конкретной и уважать честь и достоинство, кто участвует в диалоге. Вот все критерии. Да. Вот еще один плюс интерактива. Мы заранее предупреждали телезрителей о том, что они могут нашим нынешним гостям задавать вопросы. Олег Савицкий откликнулся первым, написал на сайте Самарагис ВКонтакте такой вопрос. Можно ли все-таки добиться установки светофора на площади Керва? Мне кажется, что все, кто там проживает, были бы только за это. Без светофора там дикое и хаотичное движение. Вы знаете такую точку проблемную? Да, конечно. Ну, хотелось бы сказать, что молодой человек, кто задал вопрос, он может сказать, Александр Ильич, вы 8 лет были в департаменте и не решили эту проблему, а может быть, вы ее решите как глава района. Сразу хочу сказать, как глава района я не решу, потому что это не полномочия администрации, но я хочу обрадовать. Да, действительно, последние 2-3 года этот вопрос решался. Были, так скажем, определенные моменты с желанием Министерства транспорта взять проспект Кирова в реконструкцию, соответственно, в хозведение. И они готовили уже проект этот, но по определенным причинам пока это все в листе ожидания. Поэтому в конце года буквально прошлого было подготовлено техническое задание, проект расчета режима работы светофора. Он был подписан и согласован департаментом транспорта, согласован госавтоинспекцией городского округа Самара и в декабре поступил в новый уже сегодня объединенный департамент городского хозяйства и экологии. Но хотелось бы что отметить. Финансирование этих проектов по организации движения идет из программных мероприятий, которые предусмотрены муниципальной программой. На каждый год заложено порядка 1 миллиона всего лишь рублей на строительство одного полноценного светофорного объекта. Это четырехсторонний перекресток. Многие говорят, что это очень дорого. Я хочу сказать, что здесь и опоры, и провода, и контроллеры, и сети, и светофоры, и все. То есть смета это реальная. Но в прошлом году был построен светофор на Старозагоре в связи с бюджетом. Подрядчик пока не получил оплату и перешла кредиторка на 2016 год. Поэтому этот перекресток готов к проектированию в 2016 году. Игорь Александрович, вы как специалист по благоустройству можете, конечно, долго рассказывать про светофор, но я хочу передать слово. Будет светофор. Да, это понятно уже. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вы какие, как депутат, проблемы от избирателей самые насущные слышите? И какой у вас механизм их отработки? Вообще, какие полномочия у депутата, чтобы не только выслушать избирателя, который возложил надежду и избрал, и теперь ждет какую-то помощь. А вот что вы можете реально, чем помочь? Ну, Татьяна, действительно, вся реформа местного самоуправления, она и задумывалась для того, чтобы депутат был ближе к избирателю. Об этом неоднократно говорил Николай Иванович в своих выступлениях. На это сегодня нацелены и мы. Вопросы, вопросы острые, они, наверное, не только в Кировском, они по всему городу. Благоустройство, опиловка, внутриквартальные дороги, ЖКХ, разные уровни ответственности, что-то город, что-то район, что-то сами жители, которые оплачивают эти платежи для ремонта. И, конечно, здесь мы на этих встречах отрабатываем в каждом конкретном случае механизм. Где-то приглашаем управляющую компанию, где-то встречаемся с председателями многоквартирных домов. А что они увидели? Как, что вперед надо сделать? Ремонт, крыши, подвала, подъезда. Это тоже важно. Вот здесь активность жителей, она, безусловно, необходима. Депутаты районных советов, они, как мы говорим, ближе к району и к людям, и они могут во всем этом поучаствовать. Конечно, это, прежде всего, необходимо глубоко разобраться в проблематике. Почему это произошло, к кому это относится, подсказ, куда надо обратиться, контроль, депутатский запрос, обращение, бюджет, насколько, если мы говорим полномочия, бюджет, насколько он собирается, насколько он тратится. Понятно. У нас есть звонок от телезрителей. Попробуем разобраться и в этой ситуации. Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут? Эрнст Арпанков. Причем. Ваш вопрос? Вот. Являясь председателем Совета Дома Победы 151, мне вопрос конкретно к Игорю Александровичу. В соответствии с реформой местного самоуправления, в прошлом году были созданы Общественные Советы Мегрорайонов. Вопрос таков. Как администрация района планирует осуществлять взаимодействие с Общественными Советами? И какой они видят роль этих Общественных Советов? И вообще нужны они или нет? Спасибо. Так, пожалуйста. Спасибо и вам за вопрос. Спасибо. Но, наверное, здесь взаимодействие депутата, Общественного Совета, администрации, они больше, наверное, вот как раз к той реформе, о которой мы говорим. Мы сегодня в своем микрорайоне сформировали такой Общественный Совет. Очень активный председатель. Это целая линейка взаимодействия. Общественный Совет, ТОСы, председатели многоквартирных домов. Если говорить о бюджете, он сегодня, ну, наверное, не такой, как нам каждому бы хотелось, чтобы можно было дойти до каждой проблемной точки жителей нашего города, района. Поэтому здесь, на уровне Общественного Совета, мы должны, наверное, поспорив, посоветовавшись, убедившись, убедив друг друга, выбрать те первоочередные вопросы, на которых надо сосредоточиться на их решении. Инициативные же люди, да, вот Общественный Совет, вот кто вот, глядя правде в глаза, пойдет вот заниматься такой активной общественной нагрузкой, вот просто, ну, как бы без такого, как сказать, желания большого. На них же нужно опираться. Говорят же, что вот такие активные инициативные люди, это топливо для местного самоуправления, что без них, вот как бы, да, вот без людей, вот будут сидеть чиновники, там, депутаты, а без людей-то вот куда. Поэтому нужно с ними сотрудничать. И вот вы реально вот сотрудничаете с Общественным Советом районов? Да, безусловно. Да, безусловно. Я хочу вот первую часть вашего вопроса или ремарки подчеркнуть. Вы знаете, тоже, когда, ну, начали формировать в новом периоде Общественный Совет. Вот микрорайонов как раз. Да, микрорайонов. Было очень приятно, что люди сказали, нет, мы продолжим работу, мы будем работать. И мы видим в этом вот такой дополнительный стимул, такую энергию, когда хочется решать вопросы вместе с жителями. Ну, хорошо, что все так складно, да, тем более, что к вам был отрисован вопрос. Это был вопрос мне, но я как бы Сергея Викторовича попросил на него ответить, потому что это более близко, и тем более у меня не такой большой срок на этой должности. Хочу также отметить, что это действительно то очередное звено, которое появилось в рамках реформ местного самоправления. Да, это общественники, это на общественных началах. Это действительно нужно быть очень активным с определенной гражданской позиции. Да, у нас есть другие формы, соответственно, взаимодействия с населением, это ТОСы, старшие по домам. Поэтому я практически ежедневно встречаюсь с руководителями данных организаций, мы обсуждаем те наболевшие вопросы и проблемы, которые к ним поступают и аккумулируются от жителей. Поэтому полное взаимодействие. Я так понимаю, есть определенный подоплек в этом вопросе, потому что все-таки у нас общественные советы, так скажем, работают на безвозмездной основе. ТОСы у нас в рамках федерального законодательства, они субсидируются. На сегодняшний день пока никаких изменений в этом плане нет, все остается по-старому. Единственное принято решение о том, что субсидирование будет происходить, соответственно, из городского бюджета. У нас передвижка произошла на Думе, соответственно, тех средств, которые были заложены в администрациях районов. Соответственно, взаимодействие остается на нашем уровне. Проверка работы ТОСов, те работы, которые они выполняются и, соответственно, предъявляют затратную часть, проверяет администрация района, а дальше уже выделяют субсидии из городского бюджета по назначению. Вот как бы так. Уточню, есть звонок? Пожалуйста, добрый вечер, говорите, мы вас слушаем. Как вас зовут? Нет, у меня вопрос. Говорю... Так, сразу несколько, по-моему, вопросов. По-моему, несколько звонков сразу. Да, пожалуйста. Давайте еще раз попробуем, добрый вечер. Говорите, русского района. Говорите. Вопрос такой. Здесь вот на территории, ну, рядом с заводом металлург строится церковь. Так. Вот, у меня теперь вопрос такой. Меня уверяли где-то в июне или в мае месяце, когда еще спин где я шел, что никакой церкви не будет. И что эта территория принадлежит веру. А вот я смотрю, как строится. А церковь у вас, вот, какая проблема в связи с тем, что строится церковь? Можете уточнить? Не церковь проблема, а был сквер. А, был сквер. Понятно. Татьяна, все понятно. Спасибо большое, вопрос понятен, спасибо. Все понятно. К сожалению, молодой человек не представился, и просьба к тем, кто будет дальше дозваниваться, представляться, потому что, ну, так неудобно общаться. Хотел бы сразу ответить, что церковь строится на основании официально оформленных документов. Территория сквера, никоим образом она не уменьшена. Строительная площадка ведется в тех границах, которые были определены. Я дважды встречался с настоятелем этого прихода. Вот, отец Нектарий, достаточно активный, так скажем, работник, который очень болеет, так скажем, за дело, и в том числе за благоустройство прилегающей территории. Я видел проекты, я смотрю их финансирование, и, соответственно, повреждения тех деревьев, которые были произведены, они были сделаны в рамках компенсационной стоимости. Соответственно, будет либо высадка новых после окончания благоустройства, либо компенсационная стоимость. Часть деревьев действительно спилили как аварийные по, соответственно, акту администрации Кировского района. Но еще раз хочу заметить, что территория сквера ни в коей мере не уменьшилась. Она будет, наоборот, благоустроена. Будут дополнительно сделаны асфальтовые дорожки пешеходные туда. Буквально вот на Масленицу мы проводили там мероприятие. Я лично был очень большое количество жителей Кировского района прихожан, которые чувствуют вот эту заботу отца Нектария, которая действительно много вкладывает души и сердца именно в развитие этого храма. Угу. Появилась новая структура, да, в связи с реформой МСУ, это районные советы депутатов. О том, как они работают, в частности, в Кировском районе, какие задачи решают депутаты, нам рассказал председатель Кировского райсовета и почетный гражданин города Александр Киреев. Давайте посмотрим сюжет, а потом продолжим разговор. В Кировском районном совете 38 депутатов. Это представители различных партий и разных профессий, поэтому и взгляд на проблему у каждого свой. Но такая разноплановость, по словам председателя Совета Александра Киреева, работе не мешает. Наоборот, видение каждым депутатам того или иного вопроса со своей профессиональной точки зрения помогает его решить. Мы строим работу так, что Совет депутатов у нас собирается как минимум раз в месяц, плюс дополнительные семинары, обучающие семинары, встречи с управляющими компаниями, встречи с силовиками, которым задают вопросы. По положению депутатов и по уставу Кировского района, значит, у нас 8 человек от нашего райсовета делегировано в городскую думу. Поэтому представительство достаточно большое в городской думе, где, в общем-то, решаются уже другие вопросы на другом уровне. И с городской думой мы, конечно, взаимодействуем самым тесным образом. Район в данном случае стал муниципальным образованием самостоятельным. То, естественно, ему нужны нормативно проводить документы, которыми и регламенты, которыми руководствуется в данном случае район. Поэтому Совет депутатов и принимает и положение о бюджете, и положение о материально-техническом обеспечении, положение о управлении муниципальным имуществом. Вот такие вот вопросы сейчас рассматриваются и решаются. На 10-м заседании депутатов райсовета первым в повестке стоял вопрос о создании молодежного парламента. Такие объединения юных общественников появятся в каждом районе Самары. По мнению администрации города и депутатов, молодежь как самая активная и динамичная часть населения должна участвовать в тех преобразованиях, которые происходят сегодня. При этом деятельность молодежных парламентов необходимо наполнить реальными делами. Правильное решение, потому что такой существует парламент и в губернской думе, и в городской думе. Теперь вот на местах, я думаю, что посмотрим самых активных, самых неравнодушных ребят, молодежь. Это может быть и школьники, и студенческое, студенчество, причем студенчество и высшее учебное заведение, может быть начальное, среднее, профессиональное образование. Добрать самых хороших, толковых. Я думаю, у них будут какие-то идеи, которые помогают нам в работе. Ну, кто, как молодежь, лучше знает свои проблемы. Среди них пристрастие к курению и алкоголю, негативное влияние улицы, сложности с трудоустройством. Вариант решения проблем на местном уровне – участие молодежи в общественной жизни района. Это саморазвивает, конечно, но и не нужно сидеть на месте. Нужно двигаться всегда. Приобщение к общественной деятельности – это всегда хорошо. Кто, если не молодежь? Молодежь должна помогать, молодежь активная. У молодежи есть силы. Надо как-то осуществлять общественную деятельность, надо как-то правильно вести здоровый образ жизни, как-то взаимодействовать с людьми. С кем? С людьми, с сообществом, с ровесниками. Главное, чтобы у человека было желание. Это все зависит от людей, от человека. Предлагаю ответить на вопрос телезрителя, который к нам дозвонился. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас зовут? Ольга Александровна. Ольга Александровна, пожалуйста. Я что хочу сказать. Мы работаем по улице Таварной. Благодарим Игоря Александровича за свое время откликнулся на наш вопрос. По улице Таварной и около дому ходить невозможно было. Снег, лед. Но по нашей просьбе очистили и дороги, и деклары. Олимпийскую. И Олимпийскую. Игорь Александрович подсказал. Спасибо большое, Ольга Александровна. Спасибо. Приятно получать вот такие звонки, которые вот не с проблемой, а... Да, действительно, был вопрос, поступающий от работников от базы военторга, бывшей по Таварной, соответственно, потому что они приезжают на трамваи, кто-то пользуется средней Волгой станцией. Был вопрос по олимпийской тротуару, в проблемном были. Тоже решен. Решили, да. Ну, видите, как... И вот если возвратиться к сюжету, который мы посмотрели, по деятельности депутатов районных советов, вот я хочу уточнить у Сергея Викторовича. Как сказал в прошлой программе председатель районного совета железнодорожного района, он сказал, что вот функции депутатов основные, это заставить районную администрацию лучше работать. Вы с этим согласны? Или есть еще что-то такое для вас более важное? Или вот это основная функция депутатов, в том числе районного совета? Ну, вы знаете, заставить лучше работать, это, наверное, не про нашего главу администрации. Вот мы говорили с вами об интерактиве. Сам несколько раз звонил уже там ближе к полуночи, и это постоянно ВКонтакте. И то, что реакция идет буквально в течение дня, это очень важно. Здесь больше бы я сказал, конечно, это исполнение бюджета. Да, мы приняли сегодня бюджет, смотрели его внимательно на Думе, внимательно посмотрели его на Думе, сделали бездефицитным бюджет, чтобы можно было быть откровенными с людьми. Есть деньги, мы на них разработали программы, будем реализовывать. Что касается жителей, то, конечно, это наполняемость бюджета. Как городского, а это идет крайне... А от жителей что зависит? Как они будут наполнять бюджет? Налог с физических лиц, земельный налог, это составляющие сегодня бюджета. Конечно, есть и субсидии, ну, вышестоящих бюджетов для города, это область, для района это город. То есть собираемость налогов тоже важная тема становится. Когда мы говорим, мы хотим, чтобы район, город был чище, это ответственность в том числе и каждого из нас с вами. Но есть им административные комиссии, административные комиссии. Да, которые тоже с помощью штрафов пополняют бюджеты районов. Ну, штрафы применяются не везде. Там, где руководство той или иной территории, предприятие идет и активно улучшает благоустройство выделенной территории, там разговор о штрафах нет. Понятно. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Игорь Семенович у меня зовут. У меня, как Игорь Александрович, вопрос. Говорите. Игорь Александрович, мы не могли бы обратить внимание к Кировскому ГИБДД на транспорт в Гадонах, который оттавят вот сейчас, когда таять нет, это все будет пыль, вот как конкретно улица строительства металлургов. Это же невозможно. Игорь Семенович, вопрос услышал, время мало, в эфире сразу начинаю отвечать. То есть, соответственно, в рамках полномочий госавтоинспекции сегодня нет той диспозиции в административном кодексе, по которому можно привлечь водителя за данный вид нарушения. Это функционал сегодня работы участковых инспекторов полиции, раз, и административная комиссия, соответственно, нашего Кировского внутригородского района. Работа ведется, я вас заверяю, адрес я взял на контроль. Я хочу сказать, что за два месяца административной комиссии было 382 протокола составлено, взыскано средств порядка на миллион 200 тысяч рублей. Это неплохие показатели за два месяца. Соответственно, было составлено 18 протоколов на отстой транспорта даже в зимний период в границах детских, так скажем, площадок, которые ранее устанавливались. Поэтому это, можно сказать, наша обязанность и функционал администрации совместно с отделом полиции, но в лице участковых и полномоченных. Понятно. Еще один звонок принимаем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Это Татьяна Григорьевна. Вопрос. Советская 12 и свобода. Вот здесь у нас пивношка стоит. У нас здесь совсем не убирается. Пройти невозможно. Снег. А лето сейчас наступит. Тут вообще кусальники. Одни пьяницы. Да. Спасибо за такое вот замечание. Татьяна Григорьевна, я сразу хочу сказать, давайте по объекту потребительского рынка, так называемая вот эта вот разливочная пивная, она сегодня нами заактирована, передана в городской департамент потребительского рынка как объект несанкционированный. Соответственно, работа по нему ведется. Он будет демонтирован. Территория в границах свободы и советской у нас взята на контроль в рамках месячника. Мы там наведем порядок. И я надеюсь, что мы уберем эту пивнушку оттуда. И вам большое спасибо за гражданскую ответственность, позицию, как жители Кировского района. Еще раз хотел бы сказать, что мой телефон доступен. Будут какие-то вопросы, пожелания обсудить более детально этот вопрос. Я готов с вами выслушать, выехать на место и с вами поработать. В течение нашего эфира все способы связи с Игорем Александровичем вы можете записать себе. В продолжение темы финансов, налогов и наполнения бюджета важно, чтобы и малый бизнес комфортно себя чувствовал, чтобы выстраивалось взаимодействие с властями. В Кировском районе об этом заботятся. Наш корреспондент побывал на одной из встреч предпринимателей с сотрудниками отдела потребительского рынка района. И вот какие темы там обсуждались. Смотрим сюжет и потом продолжим. В городе появились новые современные павильоны для торговли квасом и прохладительными напитками. Осталось добиться того, чтобы территория, которая окружает торговые точки, также была ухожена и благоустроена. Именно этим занимаются сегодня специалисты отдела потребительского рынка Кировского района. Предпринимателям предложили добавить креатив в работу и продумать проекты благоустройства и прилегающих территорий. Я с этим полностью согласен и одобряю. И мы будем поддерживать также в этом плане сотрудников администрации. Будем озеленять, устанавливать вазы с цветами. В Самаре уже реализуется программа «Цветущий город». Она предполагает высадку зеленых насаждений и установку малых архитектурных форм рядом с торговыми павильонами и другими объектами бизнеса. Установку цветочных вазонов и другие идеи благоустройства власти поощряют. Мы просим всех участвовать в этом процессе, делать наш город красивее, делать наш район наш лучшим в городе. Следующим этапом мы будем наводить порядок в оформлении самих павильонов. Это то, что касается рекламы на них. Многие обвешаны какими-то непонятными баннерами с непонятного содержания. Поэтому будем приводить все это в единый вид и будет все соответствовать какому-то единому стилю, красоте. В городе уже началась подготовка к проведению мундиали в 2018-м. В связи с этим футбольная тематика в оформлении территории приветствуется. Особое внимание будет уделено благоустройству улицы Старозагорода, так как в этом году она отмечает свое 50-летие. Программа, которую подготовили и показали нам сегодня, очень содержательная, занимательная и интересная. На самом деле, те вазоны, которые мы сейчас увидели, достаточно серьезно украсит наш город. Ну и, естественно, я так подумаю, что и павильон мой тоже, конечно же, украсит. Перед вход перед ним, естественно. Опять же, есть некоторые вопросы у меня, конечно же, по сохранности данного оборудования будут. Ну, будем уже их решать в отдельном индивидуальном порядке, конечно. А так, конечно же, если все это внедрится, и не только именно в Кировском районе, но и во всех районах нашего города, я считаю, что это будет достаточно серьезно и красиво. Реплика, которую озвучил сейчас Игорь Александрович, людей нужно приучать к хорошему. Вы знаете, на этой встрече я тоже была вот с предпринимателями, и один из них пожаловался на то, что он устанавливает там вазоны, благоустраивает территорию, высаживает цветы. Есть, говорит, несколько жителей, которые с балкона бросают вот эти окурки, и, говорит, я к ним приходила, говорю, ну что же вы делаете? И никакой реакции. Вот что делать с этим? Как наладить взаимодействие не только вот власти, депутатов, но вот еще вот жителей, чтобы у нас все было нормально? Да нет, ну в первую очередь это вот то, что вы сказали, усматривать состав административного правонарушения, раз нормальная фиксация, сбор материала и вынесение штрафов в отношении этого лица. Но хотелось бы, конечно, без штрафных санкций работать, как вы правильно сказали, наладив какой-то вот определенный диалог. Ну, чтобы было чисто у нас. Я вот просто хотел бы обратиться, пользуюсь эфиром. Времени, конечно, очень мало, все здесь невозможно обсудить, на все звонки ответить. Уважаемые, дорогие, любимые жители Кировского района. Вот так прониклись. Я вас приглашаю. С 1 апреля у нас начинается месячник по благоустройству. 23-го будет общегородской субботник, в том числе и в Кировском районе. 16-го числа традиционный Гагаринский. Обеспечим всех инструментов. Будем сами вместе с вами работать, депутатский корпус вместе с нами. Давайте вместе приведем в порядок Кировский район и будем потом уже следить за его содержанием и радоваться, что он будет у нас лучшим районом в городском округе Самары. Сергей Викторович, уже к такой работе приступили? Вот к организации, к работе благоустройства? Да, безусловно, мы все участки раскрепили за депутатами. Ну, еще пока не наводим порядок. Мы видим погоду. 1 апреля старт. Но раскрепили участки. Договорились об инструменте, о насаждениях. Поэтому эта работа сегодня ведется. Вот был сегодня в программе сюжет молодежный парламент. Мы говорим, надо воспитывать. Действительно надо воспитывать. Это активная форма работы с людьми. Вчера я встречался в школе, вы знаете, заинтересованная молодежь, учащаяся 9-го, 10-го класса. В общем, вы еще и с молодежью работаете. Замечательно. У нас время заканчивается. Извините, пожалуйста. Хочу вас поблагодарить за деловое и интерактивное общение сегодня в эфире. Зрителям хочу сказать, что все ваши пожелания, вопросы отдам гостям. Следите за тем, как меняется жизнь в городе. Вместе с программой «Наша Самара. Районный масштаб». В следующий раз мы поговорим о Красноглинском районе. Следите за анонсами. До встречи.